Компьютерный клуб, игровые яйца. Одно яйцо хорошо, но два всегда лучше. Все парни и мужики подтвердят. Именно в предыдущей серии я наконец-то открыл свой компьютерный клуб и сразу же забабахал офигенную дизайнерскую вывеску. С игровыми яйцами и с геймпадами в их руках. Сразу же куча посетителей, там школьники, там из детского садика дети пришли, там, ну, ну, ну пока что мой компьютерный клуб только дети ходят. А после этого мы с Катей услышали «Па! Пу! Проперду! Пу!» Это взрывались салюты, фейерверки. И знаешь что? Да, это вот этот сраный тренер вместе со своей женой Танечкой открыли фитнес-клуб. Они сто процентов дожидались нашего открытия и сразу же сами открылись, чтобы просто затмить наш компьютерный клуб своим фитнес-клубом «Кенгуру», так они его назвали. Мы пытались им помешать, мы пытались разобраться, но эти паписяки наняли охрану, и эта охрана нас не пропускала внутрь. Мы якобы в чёрном списке оказались. Нифигашеньки приплыли мы, конечно. Охранник чуть не стукнул мне по башке, да ещё и моей девушке Кате чуть не стукнул. И мы пришли к выводу то, что надо с этим что-то делать. А у меня как бы уже давным-давно был запасной план с грабителем, с которым у меня есть договорённость. Когда откроется фитнес-клуб трейдера, я позвоню этому грабителю, и он сделает такое небольшое ограбление. Я набрал его номер на телефоне и позвонил. Что будет дальше, узнаешь в этой серии. Ты кому там звонил, а? Ну-ка, посмотри на меня. Кому звонил? Этому в маске, это вот, ну ты чё, пока при этой, что ли? Ну да, ну бандиту, грабителю вот этому, который к нам приходил, вот ему и звонил. Так, я сейчас вообще не поняла прикола, зачем? Да-да-да, потому что этот фитнес-клуб кенгуру не успел открыться, уже меня до трясучки доводит. Вот я ему и позвонил, как бы этот грабитель маски мне должен. Я его не сдал вот этому чуваку на синей тачке, и он мне пообещал то, что он в нужный мне момент, ну, точнее, в нужный момент для тренера, когда он откроется, он придёт и его немножечко так грабанёт. Поэтому, как бы он, он меня в долгу, понимаешь? Ты хоть и в жопосливке живёшь, но я не согласна на такое. Ты что, это же суд, это, это дело уголовное, ты чё? То есть, если уголовное дело, если до этого уголовное дело дойдёт, то тогда этот тренер будет судиться с грабителем, а я тут вообще, как бы, ни при чём, меня никто сдавать не будет. Ну, я надеюсь, что меня... Ты веришь, да, ему? Просто первому попавшемуся грабителю ты веришь? Ну, я, я прям, я прям чувствую в нём что-то, что-то как будто, как будто родное, как будто он брат мой, чувствую, он даже одевается так же, как я, понимаешь? Ой, если у вас рубашки с секонд-хендом с одного, то ещё ничего не значит. У тебя есть какие-то другие варианты, я не могу понять. Какие варианты у тебя есть? Что мы можем сделать? Так, я не знаю, ну мы можем как-то, я не знаю, сами их немножечко подставить там. Ты понимаешь то, что если мы не разберёмся с ними, то они рано или поздно разберутся с нами. Если мы не закроем их бизнес, то они 100% составят нам такую огромную конкуренцию, то, что к тебе, Екатерина, на твой маникюр вообще ни одна живая душа не будет ходить. Вот Наташку, вот эту бомжиху соседнего подъезда, разве что ей будешь маникюрщик-педикюрщики делать, вот и всё. Хорошо, какие варианты, какие варианты? Ну, я не знаю, какие варианты. Ладно, если ты не хочешь, чтобы грабитель что-то делал, но тогда, смотри, вот туда фитнес-клуб нас даже не пускает, мы туда же внутрь пробраться не можем. Так, подожди, подожди, раз нас не пускают, то пускают же других, верно? Понимаешь, о чём верно? Пускают тех, на кого не похожи мы. Мы, что я сейчас сказала? На кого не похожи мы? Ну, как бы, естественно, если нас не пускают, то пускают кого-то другого, тех других, которые на нас не похожи. Значит, нам нужно выглядеть как другие, чтобы нас пустили. Так, подожди, да у меня в кармане кот наплакал, нифига. А у меня пять тысяч. Ну, хорошо, у меня жопа голая. А, не, у меня три тысячи рублей. Но, слушай, на три тысячи рублей я вряд ли себе смогу сделать пластическую операцию, чтобы выглядеть как Анжелина Джоли, а ты Брэд Питт. Ну, или наоборот, я Брэд Питт. То есть, как ты хочешь? Короче, значит так. Надеваешь Человека-паука, я Зебру, и идём туда. Представляемся промоутерами, говорим, что мы продвигаем, в общем, мастерски любые организации, любые фирмы. Всё, проходим прям вот так, проходим и всё. То есть, ты хочешь, то есть, если, если они не пускают нас, как нас, то есть, ты думаешь, если мы придём в костюме Человека-паука и Зёбры, это те костюмы, когда мы на дне рождения Вовочки, там, развлекали детишек, то есть, ты думаешь, нас вот так пустят? Они не будут видеть, кто мы. И ты думаешь, они в фитнес-клуб пустят Зебру и Человека-паука? Ты думаешь, они настолько отсталые от жизни? Да, да мы скажем, что мы промоутеры. Кто? Ну, промоутеры. Кто, кто? Промоутеры. Ты человеческим языком говори, это те, которые листовки на улице раздают, да? Те, кто занимается продвижением рекламы. Продвижением листовок на улице, я так и понял. Ладно, пошли, давай будем продвигать твою рекламу в мои вот эти маски Спайдермена, Человека-паука и Зёбры. Не подглядывай, Чур! Сейчас я переоделюсь. О-о-о, я всё вижу. Эй, вот так вот. Видели, он ударил, ударил, ударил просто. Нормально. Если трусы мои в горошек спалишь, не прощу тебя никогда в жизни. Ты тоже отвернись, пожалуйста. Глаза закрой. Ладно, опять выключу экран. Опыт пруханный налево, направо. Ой, ты всегда дольше меня одеваешься. Засовно сюда. Это-то, подожди, не пролазит там, подожди. А-а-а, я так и что увидела. Слишком большой. Что? Костюм слишком большой. Всё! Да-да-да. Так, ля-ка-ки-е. Так, из тени в инди. Ля-ка-ки-е, посмотри, посмотри. А-а-а-а. Подожди, а у тебя маска-то есть? Если мы так придём, ну, вряд ли нам скажут, что проходите. У тебя маска есть? Подожди, у тебя что-то там шкиты играют, что ли? Бумбу на Б. Ты только сейчас заметил, что здесь три школьника. Папа, Катя, мама, Эдика, можно я в компьютер поиграю? Вовочка, дорогой, ты нашли уже второй час в комп играешься. Ты до сих пор не заметил то, что ты играешь в комп? Угу, да, кстати. И, по-моему, ты не спрашивал вначале. А можно я потом ещё поиграю? Вовочка, да играй сколько душе угодно. Давай играй, только комп в другой стороне. Посмотри налево. Вот комп. Вот, в него надо играть. Не вот в воздух надо играть, а в комп. Да, молодец, Вовочка. Куда лезешь? А вот это прям истинный затрот. Они тут рашб, рашб, вот это калаш в задницу, что за тиммейты. Ладно, дети, вы тут играйте. Может, вы нам еще пригодитесь в этой жизни. Маску напяливай и пошли. Да маска-то маска, и смотри. Оп, оп. Э? Ты где? Оп. Чё ты жёшь? Чё ты жёшь? Ля, какая. Сейчас, подожди, я напялю. Опа. Вот это спидимэн. Вот это спидимэн. Ну, смотри, вот сейчас нас не должны узнать. Прайм-мир, я на это надеюсь. Давай, пошли. А какая вообще наша задача? А что мы вообще хотим делать? Я сейчас все скажу, я все скажу. Я умею говорить. Давай, давай, ты умеешь говорить. Я умею говорить, да. Ты умеешь говорить, давай, заходи. Так, главное, не подавай виду. Веди себя обычно, спокойно. Обычно, как спидимэн и зебра. Да, как будто ты каждый день ходишь в этом костюме. Только главное, хорошо ему объяснить, кто мы такие, промоутеры. И голос немножко изменится. Я все скажу, да, да, да. Я все скажу, все скажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, это мы. Очень человеки, человеки по-везету. Да, можно мы пройдем, да? Да, про... Хорошо, что так просто все было. Здравствуйте. А так мало было? Добрый день, добрый день. Добрый день. Мы стараемся. Мы стараемся. Мы стараемся. Что значит? Поехали! я не могу ха-ха-ха-ха-ха-ха-ху-ха-ха-ха-ха-ха истоцвете хватит уже у это потсь в сетене я чуть не поссался а почему аааа, так а зачем мы вообще сюда пришли, у меня такой вопрос ты посмотри как у них дорого-богато все да, ты видишь, что у них у меня ж спина заболела от смеха Соня. Что, как? Как нам здесь? Да, все, здраво. С вами Чоннерный Клуб. Сколько, сколько, сколько? Да ты чё? Записывались ко мне, я холопный тренер. Хватит. Я че, че, подмешка ещё, как... Мы постучились. Мы посмотрим и поживём. Пока. Снова уйдите. Мы посмотрим. Спасибо, спасибо. Так, охранник, до свидания. Что делать-то дальше будем? Нам надо как-то подставлять их уже всё. Подожди, подожди, мы сюда пришли, мы вроде сюда пришли, с таким-то трудом мы сюда... Мы сюда пришли. Мы сюда пришли. Ты смотри, беговые дорожки, дорого-богато, фитнес вот эти всякие коврики, можно лечь, встать, на спагат сесть, перевернуться. Хорошо, мы с тобой большие молодцы. Зёбра и спайдермен зашли в фитнес-клуб. Что нам дальше-то делать? Как нам их можно вот это подставить? Так, иди сюда. Чё? Иди сюда. Давай в окно прыгай. Ты зачем? Прыгай в окно. Я как бы человек... Разбивай окно, прыгай. Я человек-паук, но только в костюме. Быстрей! Зачем? Разбивай окно и выпрыгивай нафиг отсюда. Если я себе сломаю ногу, чур, это твоя листья. Как так? Ох! Как так произошло? Вот это... У вас такие окна хрипки, да как так? Человек подошёл и уже упал. Ты как там? Ногу сломал? Разбил лицо? А? Ну-ка. Я не чувствую, не чувствую. Ну... О, что же теперь делать? Я буду суд подавать. Я буду суд... Я буду суд подавать. Суд будет подавать. А, жизнь, жизнь вся перед... Погорелые актеры вообще театра. Жизнь перед глазами вся продислась. У вас такие хрупкие окна. Это нужно вызывать сами вот эту пидемстанцию, вот эти всякие... Проверка. Нарушение, нарушение техники безопасности. Это суд судом попахивает, да. Да, я говорю, суд буду вызывать, да. Говорит, без суда, без суда разобраться. Знаете, ну как мы можем вот разбраться без суда? Я даже не знаю, что... О, 10 тысяч. Вот это... О, ты она мне 10 тысяч дала, слышишь? Она мне 10 кусков дала. Ну... Все, без суда. Все, все. До свидания, спасибо, до свидания. Ой! Ой, выпало из окна! Помогите, еще 10 тысяч. Техника безопасности, да, хромает. Ну, в смысле, не надо тут, ну, из окна выпало. Айо! Пошли, 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 пошли. Я ничего не понял, что сейчас произошло, но произошло что-то интересное. Да, у меня просто 10 кусков. Тебе дали 10 кусков? Да, она просто дала мне 10 кусков. 10 тысяч рублей. Да, 10 тысяч рублей. Смотри, это где? Ааа... Раз. Два. Ой, нет, там 15. Эй! Верни! Верни, верни, верни. Она тебе только что дала 10 тысяч для того, чтобы... Из-за того, чтобы ты не подавала на него в суд, да? Да, да, да. Слушай, мне кажется, мы сейчас вообще что-то не то сделали. Мы хотели как-то подставить, и в итоге... Мы пришли их под... Ты понимаешь, насколько много у них бабок, что мы пришли их подставить, типа напугать судом, чтобы их там закрыть? Они просто нам заплатили... А ты-то почему согласилась? Ты могла реально дальше продолжать угрожать им судом? А как бы мы судец доказали бы свою, так скажем, причастность? А так здесь кусков на руках, поэтому всё. Это же реально, что бы мы им сказали? То, что я подошёл к окну, окно меня засосало и выкинуло на улицу, я ногу слабала. Как-никак-никак-никак. Молодец. Что с этими пописяками делать? Дети, уже ночь почти на улице, давайте все по домам, все по домам! Давай, а мы с тобой... Подожди. Чё? Подожди, подожди. Да давай, пускай они по домам, а мы с тобой будем использовать эти компы, как раз загуглим там способ какой-то там, как затроллить соседа. А ты в курсе, что сегодня за день? Первое сентября, там мы очень умные, день знаний вроде как. Понимаешь то, что у детей лето кончилось? Всё, завтра в школу. Вы, кстати, идёте в школу, мелкие? Кто в школу идёт? Ну, Вовочка точно, Вовочка в ясли, наверное, пойдёт в детский сад. Кто? Вы в школу идёте, да? В первый класс, небось? Ну, и чё? Давай устроим им ещё один праздник. Как бы типа последний день лета. Зачем мне бесплатно аниматором работать? Не бесплатно. А за что? Ещё 10 тысяч заплатят? Так, короче, мы сейчас их позаём туда, к этому спортивному залу и пошумим там немножечко. Помешаем, так скажем. Слушай, мы же можем напакосить этому спортивному залу с помощью детей. Детям же ничего не сделает, а нас как бы в тюрьму могут посадить. Они же дети. Они же дети. Дети, в честь первого сентября тусоедрить меня просто в маску спайдермена. Все за мной. Я на шапокате поеду. Играть, 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 дети. Играть. Все, все сюда, все сюда, все, все сюда. Кать, Кать, надо придумать какой-то конкурс. Так, я не знаю, а у вас есть что-нибудь, я не знаю, игрушки какие-нибудь? Есть дети игрушки у вас? Да мне в лоб чуть не попало, Вовочка со своей рогаткой. О, отличная игрушка. Дети, у вас у всех рогатка есть? Ну-ка, показали свои рогатки быстренько, быстренько все свои рогатки показали. Еще раз выстрелишь, больше в компьютерный клуб не пущу. Отлично, отлично. Конкурс, кто попадет в окошко. Подожди, подожди, тихо, 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 не стрелять, не стрелять. Короче, дети, вот остановите все вот сюда, вот сюда. Кто из вас самый меткий, а? Кто из вас может натянуть так сильно рогатку, что попадет по всем окнам, которые здесь есть в этом спортивном клубе? Я, конечно, я, ну короче, тогда дети, давайте на счет 3, мы там, дядя Эдик, тетя Катя убежит чуть-чуть дальше, а вы застреливаете этот фитнес-клуб как только можете. Угу, давайте, раз, два, стрис, метки и давайте. Катя, вали, оттуда, иди сюда, иди за дом, прячься. Так, 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 я в воду. Я не видно? Подводная зебра, не видно, вообще не видно. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok